Вместимся в Англию для того, чтобы увидеть, что происходит в клинике Англии. Следующий пациент, 73 года, с симптомами камни в общем желчном протоке. Доброе утро из Англии. Наш пациент седатирован и у нас есть возможность начать поблагодарить команду организационного комитета, который поддерживает нас во время этого кейса. Вы сейчас видите уже пунктированного пациента. Мы его пунктировали предварительно для того, чтобы уже быть готовыми к кейсу. Мы контрастировали, мы видим, что камень в общем желчном протоке. Основный вопрос, почему вы начали вмешать, если вы чрезвоженны. Давайте посмотрим на слайд, на анатомию. Мы делаем Верху ПГ. Итак, у нас еще есть перспектива баллона энтероскопии для того, чтобы достичь попилу в случаях длинной петли пару. И в том случае, если у нас выполнена эгостриктомия, когда очень длинная, мы также можем использовать через кожный и через печеночный доступ для оказания медицинской помощи. Итак, сейчас мы покажем вам, как можно разрешить данную ситуацию за один подход в пациенте. Сейчас мы проникнем в печеночные протоки. Итак, в просвете желчного протока мы верифицировали конкремент. Здесь есть несколько вариантов увеличения. Во-первых, можно просто дилетировать ворота и снизвести камень вниз. Дискет. Это очень страшно. В конце концов, мы слышим, что эти биодомцы были действительно исправлены. Итак, мы подготовили желчеводящие протуки, мы обеспечили доступ в двенадцатиперстную кишку. Сейчас извлекаем холангиоскоп. Мы использовали дилетационный баллон, двенадцать миллиметров для того, чтобы дилетировать по пилу. Итак, восьмимиллиметровый баллон мы использовали. У пациента в прошлом была выполнена операция, в результате чего у него возникли некоторые проблемы. И возникли нарушения оттока желчи, поскольку был скомпрометирован терминальный отдел холедыха и пабилы. И сейчас мы ввели контрастный агент в желчеводящие протоки. Видите, что баллонный дилеатор продвигается по проводнику. И когда мы встали в нужную позицию, мы при помощи контраста расширяем баллон. Как видите, сейчас мы достигли максимума. Будет хорошо, если у нас получится переместить камень в двенадцатиперстную кишку после этой процедуры. В противном случае нам придется фрагментировать контрастный агент и уже более маленькими порциями провести его в кишку. В ряде случаев можно использовать дополнительный баллон более широкого диаметра, например, 10 мм. Это тоже допустимо. Итак, нам нужно правильно позиционировать баллон для того, чтобы дилетировать в нужном положении. Итак, мы сейчас находимся в зоне контрастный агент в желчеводящих протоках. Сейчас видите изображение инхоледохоскопия. У пациента была хирургическая операция связанная с злокачественной операцией. Желудка. Была гастроктомия. Итак, было предположение, что конкремент уже мигрировал в двенадцатиперстный кишку, однако мы видим, что это не так. Как и сейчас мы будем его дробить, мы заполнили жидкостью холедых и сейчас выполняем лазерную деструкцию. Кажется, что камень недостаточно активно реагирует на наше воздействие. Сейчас я прислоняюсь датчиком к конкременту и продолжаю дробить. Итак, вы видите, что постепенно разрушается конкремент. Есть риск, что этот конкремент может вызвать осложнение, если он останется. Итак, мы будем его разрушать. Итак, мы фиксировали конкремент в протоке и теперь можем его продолжить разрушать. Итак, вы еще раз видите рентген-изображение. Возможно, нам придется потратить какое-то время на то, чтобы разрушить этот конкремент, и мы к вам вернемся тогда, когда мы преуспеем в этом. Молодцы, хорошая работа, спасибо.